попали ребята по ходу кино снимают а мы мороженое срём блин опять мне в экран ничего не видно опять скажут снимаю не то что надо ну не видно ну что я сделаю в экране нифига короче вот так что я виноват они ходят и попадают мой кадр одним местом короче я так понял кино снимаю и мы попадем с тобой в кадр так блин перекрыли все дороги мы на своей оке даже выехать не можем ну давайте что-то делайте уже поэтому фильмы под по два по три года снимают пони фу без интима говорит беденема хорошо что-то за смысл без интима да Это блин, завоняло где-то гадостью какую-то Не пойму, что за запах подверг Владик, конечно, тебя сейчас пригласят сняться в массовке Пойдешь? Там платят Ну и что же платят? Там и бесплатно Так, ну что там? Все как-то неорганизовано Ну, давай Пошли На солнышко Мы вообще-то в другое место шли Ну, попали сюда Ну, как мороженое? Еще хотят? Не можно Так, вот эти машины сейчас должны поедать Так, молчи Не испортим кадр То заново будут переигрывать А вот эти, знаешь, сколько газа сейчас бензин нажрут Это как прорва Субтитры сделал DimaTorzok 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 И так будет целый день Пока четко и рассчитаюсь, чтобы трамвай на полчаса выезжал Дальше неинтересно, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да блин, где он? Вот тоже Опять трамвай едет, да? А, так они... Похоже, он и нужен им, да. В кадре Они платят этим Водить Это ж разные, я так понимаю Трамвай Ну просто ездят до машины по маршруту Да Специально ж не готовили, нет? То есть вот они сейчас рассчитают Что с authorized машины пещера на встречу трамвая Amhar Понял听 во д8 Так ведь сын не надо Поехали! Поехали! А ты хоть узнал, как тебе оно так называлось? Еще не придумано название. Поехали! Пошла зараза! Ну да, так и рассчитали с трамваем. И тот товарищ тоже. На копейки. Да? Фух, это завалило бензином каким-то. Поехали! 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 Как фильм называется? Поехали! 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 А так вот фильм называется. ладно погнали некогда нам дальше дальше походу все одно и то же до несколько раз одну и ту же сцену это тоже не с утра туда кран вот такой в аренду взяли это так ну что все мы устали пошли эти как его шашлыки тех кто участвовал съемка главное нельзя снимать кто-то нарежал при вот они тут положились вот и тариф не слачные места тоже все скажем нельзя снимать мы устал будешь спутниковая тарелка типа они сразу что-то передают здесь видео от короче серьезно все тут такие машины интересные вот это нам такие дома на колесах и мы бы тут жили видите перекрыли все улицы ради этого и такой нельзя снимать мы с ладиком ну такой маленькая камерка если нельзя снимать ё-моё у них он какая здоровая камера он такой маленькой прям прям и нельзя вот все они разъезжаются похоже сняли все все уходят ребята липа цветет вам не передать такой запах классный целая аллея такая липы просто обалдеть как пахнет набрать бы этот запах куда-нибудь а это какой-то вечный двигатель такой вид ребята обалденный так юндай будем пробовать сейчас юнтай да с тобой там же написано что можно тест-драйв сделать тут богдан такой проход здесь и опять мы в центре там туалет какой-то был все в говняшках везде нет чип через эстакаду сделать такое для пешеходов получается под мостом нычка какая-то вешла где как домики строят час просто каркас а потом стеклом обшивают вот ребята цель наша была мы хотели попасть приду но тут зараза нет перехода нигде нам надо было раньше там перейти тут короче концерты там всякие бывают вот недавно был концертом и а мы поздно спохватились не успели сегодня в принципе там ничего нету мы туда не пойдем ладно мы тогда пошли просто гулять блин куда мы попали ребята кладбище трамваев ёшкин кот владик выкупить один трамвайчик такой да и сделать там варёв правильно кладбище а тут и новые автошкола вон есть видишь блин ребята в ловушке оказались и тут не перейти пешеходного перехода нет и здесь не пройти дурдом какой-то и вот так ребята идем как придурки по песку и все из-за этих товарищей понастраивали тут не пройти людям не проехать мы спасены ребята ура люди так а можно было смотри вот там спуститься где кладбище трамваев и вот тут пройти но мы решили так нормальные герои всегда идут в обход и тетя с нами вот это шла так ладно дальше ищем трудности не все так просто в нашей жизни владик ребята машинку присмотрел вот ему прислали новой почты ну немножко подрихтовать колеса подкачать да классная машинка ой блин ладик тут же еще щитка нет управления как ты будешь ездить короче тут не так просто ну и водитель походу приехал вместе с почтой короче не владик не падет такая машина тебе с водителем вместе а я тебе говорил что в киеве можно прожить и без жилья без съема жилья находишь вот такие старые тачки вот тонируешь стекла и спишь тут где попало кто тут знает только что ты машину это поставил или год назад правильно так а мы забудились ну мы в принципе и хотели просто шли 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 вот надоело все нам идем короче куда глаза глядят а вы не скажите что это за вода такая ну в обычная вода а понятно попали на такой дворик ну что добивает ребята нет котов почему в киеве нигде во дворах нет кошаков что случилось ну нету одни голуби тут какой-то запрет киевляне напишите в комментариях чего я не знаю о падлы знакомые смотрите ребята кто это лежачие полицейские знак тут есть не буду возвращаться а у нас нет знаков блин как он заехал ребята по ступенькам вы видели круто так что тут у нас паспортный сервис мусорку мы не умеем попадать да вот люди уже грязнули короче какой-то тут район такой как никополь но даже даже можно сказать и хуже и запахи какие-то вонючие идут не пойму откуда что-то мне тут это аж депрессия началась в таком районе так вроде бы все и хорошо но как-то тут грустно так вроде бы и чисто все доходы ну как-то так не по себе вроде бы как как и не в киеве мы немножко вышли ребята где-то полегче аж дышать стало а то там вонь какая-то была так что это за дядька стоит что за дядька вот в желтой футболке и я имею ввиду конечно же вот этот дядька знаю неохота переходить туда в общем какой-то дядька какие-то грустные районы ребята куда-то мы попали какие-то очень грустные районы да и и и Продолжение следует... 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 Скажи, конечно, скучно. Шарятся по каким-то засворкам. Надо же в ночной клуб пойти. Пойдешь, Владик, в ночной клуб, да? Ребята, он сказал нет. Он не любит по ночным клубам. Шарится. Блин, самое главное, я забыл сказать. Ребята, там Петя Данилюк упал с велосипеда, я так понял. Короче, лежит сейчас в больнице с отрясением. Ну, подробности не знаю, он нам напишет потом поподробнее. Петя, ты хоть видео нам сними, как ты упал. И вот, ребята, мы вернулись опять на место съемок этого фильма про Чернобыль. И теперь, когда вы будете смотреть сцену в этом будущем фильме, вы будете знать, кто стоял, кто стоял за этим кадром на вот этом перекрестке, когда два ГАЗ-66 ехали с какой-то копейкой. И когда у нас чуть камеру не разбили на башке, сказали, не снимайте, не снимайте, а то вы прославитесь. Всю славу у нас заберете. Все, разъехались. А вон они стоят еще, елки-палки. Таких вон, смотри, только грузят это. На платформу. Да? Ну да, а ну идем посмотрим. Да, их грузят на платформу вот эти машины. Опять не вижу, что я снимаю. Солнце светит. Опять скажут, чьи-то эти по-наснимал. Так что вот так вот, ребята. Вот такие вот дела. Я сказал, не рычи. Не рычи. Это я рычу, или ты рычишь. Вот тут со стороны тени видно, да? И все же интересно, трамвай. Это они заставляли так выезжать? Да не, наверное, просто, да? Просто ждали, пока будет следующий трамвай, похоже. Правильно? Ну, навряд ли, да?